Соловьёв обижен и машет кулаками. Каждый раз, когда мы вас не добиваем, вы потом собираетесь и каждое столетие, два раза пытаетесь нас уничтожить. Чего-то вы не догоняете. Пропагандисты угрожают поставить Украину на колени. Вы понимаете, чем здесь правда такая голимая? А вот эта гражданочка опозорила Путина и матушку Россию. Ну а как так 13% 87, а 50% 50? Подожди, для чего? Показать, что русские тупые? Это горячие новости, всё самое важное в одном дайджесте. Поставьте лайк этому выпуску, мы создаём этот проект благодаря вашей поддержке. Рудольфович хорошо учит историю, жаль только, что историю эту написал Владимир Путин, а значит, она не имеет никакой связи с реальностью. Стоит пропагандюга и угрожает Западу, говорит, мы вас постоянно не добиваем, а теперь добьём. Вот клоун. В этот раз не надо остановиться. Я тоже так думаю. Поэтому, когда европейцы там переживают, говорят, да что вы... Не, ребята. Вот всё-таки опыт поколения надо учить. Согласен. Каждый раз, когда мы вас не добиваем, вы потом собираетесь и каждое столетие два раза пытаетесь нас уничтожить. Чё-то вы не догоняете. Да нет, Володька, это, походу, ты не догоняешь, потому что всё как раз наоборот. Каждое столетие болотный народ лезет на соседей и получает за это люлей. Русско-японскую войну, Афганистан и так далее. Примеров много. Здесь вот в чём дело, Володька, рано или поздно же миру надоест вас миловать. Мальчики со СВО плачутся, с них снимают трусики, они не приезжают с войны домой в Россию с деньгами, а у них их отнимают. И знаете кто? Оказывается, в России уже много лет приезжать за СВО с деньгами, это штука небезопасная. И в Приморье особенно. Там вообще ещё лет 20 военные обложены налогом, обкладывают даню, как-либо копчипывают местные бандиты. И что интересно, что бандиты, даже не то что в большинстве своём, а вот можно даже сказать так, все нерусские. Да ты ещё погоди, скоро Украина ещё и опубликует список военных преступлений россиян. И тогда будет не только дань, но и что-то более страшное, чтобы вы не думали, будто о них кто-то забудет. Гурулёв после утренней порции спиртовой настойки на мощах Путина поверил в себя настолько, что решил языком поставить Украину на колени. Забыл, наверное, что сначала для этой самой России надо хоть из канавы вылезти. Вы понимаете, в чём здесь правда такая големая? О том, что, конечно, мы ещё с этой Украиной будем возиться, там всё равно она встанет на колени, никуда не денется, и мы выполним тебе задачи. По нескольким моментам. Первое. Производства нет только на западное. Второе. Жить там уже будет практически невозможно к этой зиме. Третье. Мобилизационный ресурс истощается, и даже если они его сейчас снизят до 21 года, они порядка наберут, они посчитали, ну, до полумиллиона человек по большому счёту. И там за это время ещё за год придётся возиться, чтобы всё это дело просто уничтожить. А дальше ничего не останется. Да, эти сказочки ты рассказываешь уже третий год. Давай так, все перечисленные тобой проблемы есть и у самой России. Кроме одной, Россия якобы производит оружие на своей территории. И это, Андрей, наоборот, для вас огромная проблема, потому что вы по западным странам бить боитесь. А нам ничего не мешает пустить поляницу в ваш очередной завод. Вот и думай, что закончится раньше. Россияне ценой десятков тысяч жизней своих солдат таки захватили Углидар, и теперь на фоне дотла разрушенного города Эта Адаробла рассказывает об освобождении. Мы в Углидаре. Город полностью освобождён и зачищен от украинских формирований. Но на улице по-прежнему опасно. Работают и дроны, и миномёты, и артиллерия. Было бы хорошо, если бы тебя прямо на той крыше нашёл твой дрон, и ты навсегда стал частью Углидара, в виде красно-коричневого пятна на стене. Блогер вывел на чистую воду тайну русской души. Ведь зачем уметь считать, если можно повесить за спиной флаг России, бахнуть водки и сидеть и рассказывать, какие они величественные. Сколько будет 13% отстал? 77. Как вы посчитали? В смысле, как я посчитала? 13% отстал, а отстал, не мне 13, и всё. Получится сколько? Я ответила неправильно, я согласна. Сколько будет? Я согласна. Сколько будет 13% отстал? 87. А 50% отстал? 50. Получается, 13% больше, чем 50%? У меня сейчас экзамен по математике. Ну, а как так? 13% 87, а 50% 50. Подожди, для чего? Показать, что русские тупые? Ну, правильно, зачем считать? Путин уже за всех посчитал. И сколько им жить, и сколько им зарабатывать. И вот так и зарплаты в 100 тысяч вычитывается 13%, и человек зарабатывает 13 тысяч. А государство получает 87 профит. Пропагандист Сидоров очень недоволен тем, что новый генсек НАТО Майк Рюте посетил Киев. Как это так? НАТО приближается к границам России. Я не верю в то, что мы можем применить ядерное оружие до тех пор, пока мы не нанесем удар по банковой, например. Это, простите, но вот когда сейчас генеральный секретарь, только назначенный, продолжает вот этот политический туризм, приезжает в Киев, но это уже вот выходит за определенные пределы. Особенно параллельно, когда мы получаем информацию из Израиля, которая тихо и спокойно, сколько там домов над бункером 6 многоэтажных, плевать, бум, там Хазбаллани, наши враги. Знаете, почему этого не происходит? Все очень просто, Волочка. Путин просто боится, что если он атакует банковую, то по его бункеру тоже может что-то прилететь. В Пенсильвании прошел предвыборный митинг в поддержку Трампа, и вы не поверите, кого он взял с собой туда, Илона Маска. Тот, причем, вышел в футболке с призывом оккупировать Марс, а Трамп даже заявил, что США высадится на Марс до конца его президентского срока, если он будет, конечно. Отправим американских астронавтов в космос. Иди сюда. Кстати, прыжки Маска выглядят так, как уже знакомая нам Гойда, и мгновенно разлетелись на мемы. То ощущение, когда хотел усилить свои позиции за счет какого-то миллиардера, получилось, что он тот и еще шизоид. В российском Одинцово персонаж угнал поливочную машину и как настоящий терминатор за 3 рубля по скидке устроил настоящий форсаж на улицах города. Собственно, ничего сенсационного здесь нет, но это просто смешно. Ну, согласитесь, из всех видов транспорта выбрать именно поливочную машину. Это нужно еще додуматься. Российский задписатель Захар Прилепин рассказывает в интервью, что так называемое СВО только во благо русской культуре. Как же еще Россия стала бы вассалом Китая? Мироздание все делает для того, чтобы мы не отвертелись от побед. Оно в каком-то смысле великом благом насилует просто нас. Ого, сильное заявление. Надеюсь, вам хоть нравится. На секунду выобразим себя, что та форма переворота в Украине, которую на Украине, в Киеве, которую мы предполагали, что она удалась. Они садили Зеленского с поста президента и посадили Медучука. Никакого переворота в культуре, в Китае, в Индию и так далее. Ага, то есть, когда вас повсюду выгнали, вместе с вашими Пушкиными и Достоевскими, это у нас теперь культурный переворот. Интересно, а кто-то ему скажет, что Китаю и Индии вы интересны исключительно как сырьевой предаток. На сегодня у нас все. Спасибо, что смотрите Горячие Новости. Поставьте лайк, это очень важно для нас. И поддерживайте ВСУ, война продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok